Аркадий Борис Стругацкий, Хромая судьба, глава 2. С вечера я не принял сустак, и поэтому с утра чувствовал себя очень вялым, апатичным и непрерывно преодолевал себя. Умывался через силу, одевался через силу, прибирался, завтракал. И пока все это я делал, боже мой, думал я, как это все-таки хорошо, что нет надо мной Клары, и что я вообще один. Позвонил Катька, и опять пришлось мне врать и оправдываться, потому что насчет постройки ей шубы в нашем ателье я опять ничего не предпринял. Ну, впрочем, звонила Катька вовсе не насчет шубы. Оказалось, что она намерена зайти ко мне сегодня или завтра вечером и принести мне продуктовый заказ, только и всего. Мы повесили трубки, и я на радостях ссыпал в чашку последние остатки бразильского кофе, который хранил для особо торжественного случая. А за окном погода сделалась чудесная. В юге вчерашней не было и в помине. Солнце выглянуло, которого не видно было с самого Нового года. Прихотливый изогнутый сугроб у меня в лоджии весело искрился и подморозило. Ну, видимо, потому что за каждой машиной на шоссе тянулся шлейф белого пара. Давление установилось, и не усматривалось никакой причины сесть за сценарий. Ну, впрочем, предварительно я трижды позвонил в ателье. И все три раза без всякого толка. Надо сказать, что звонки эти носили чисто ритуальный характер. Если человек всерьез намерен построить для дочери шубу, ему надлежит идти в ателье самому. Производить массу аллегорических телодвижений и произносить массу аллегорических фраз. Все время рискуя нарваться либо на открытую грубость, либо на подлинненькую увертливость. А затем я сел за машинку и начал прямо с фразы, которую придумал еще вчера. Но не пустил в ход. А сберег специально для затравки на сегодня. Это не по ним, это по товарищам справа. И сначала все пошло у меня лихо, бодро, весело, по-суворовски. Но уже через час с небольшим я обнаружил, что сижу в расслабленной позе и тупо, в которой уже раз перечитываю последний абзац. А комиссар все смотрит на горящий танк. Из-под очков текут слезы, но он не вытирает их. Лицо его неподвижно и спокойно. Да, я уже чувствовал, что застрял. Застрял надолго и без всякого просвета. И не в том было дело, что я не представлял себе, как события будут развиваться дальше. Все события я продумал на 25 страниц вперед. Нет, дело было гораздо хуже. Я испытывал что-то вроде мозговой тошноты. Да, я отчетливо видел перед собой и лицо комиссара, и полуобрушенный окоп, и горящий тигр. Все это было словно из папье-маше, из картона и раскрашенной фанеры, как на сцене захудалого дома культуры. И в который раз с унылым удовлетворением вспомнил я, что писатель должен писать должен либо о том, что ты знаешь очень хорошо, либо о том, чего не знает никто. Большинство из нас держится и новым мнением. Ну и что же, правильно сказала дочь моя Катя, надо всегда оставаться в меньшинстве. Да черт же подери, подумал я почти с отчаянием. Ведь есть же у нас люди, которым это дано, которым это отпущено судьбой в полной мере. Вергилий наша по катакомбам ни за что не забываемого огненно-ледяного ада. Симонов у нас есть, нежно мною любимый, Константин Михайлович. И Василь Быков, горький мастер. И несравненный Богомолов. И поразительный Сашка у нас есть, Вячеслава Кондратьева. И Бакланов, Гриша, тоже мой любимый. И ранний Бондарев. Да мне их всех и не перечислить, и не надо. К чему мне их перечислять? Мне плакать надо, что никогда мне не быть среди них. Не заслужил я этого кровью, потом, грязью окопной. Не заслужил, и теперь никогда уже не заслужу. Вот и выходит, что никакой нет разницы между маститым Феликсом Сорокиным и мальчишкочкой 54-го года рождения, взявшимся вдруг писать о Курской дуге. Не о Баме, заметьте, писать взявшимся. И не о Склоке в родном, не о том, что видел он только в кино, у Озерова видел. Такие вот пироги, Феликс Александрович, если откровенно. А я терпеть не могу таких вот пирогов. Я от них делаюсь больной. Я тут же решил, что не дам загнать себя в уныние. В конце концов, у меня без того много дел. Нечего сидеть и киснуть. Меня ждут на банной. Торопливо, сминая страницы, я засунул черновики сценария в специально отведенный для него пластиковый футляр и принялся одеваться. «Движение мельник должен жить», — бормотал я с кряхтением, натягивая башмаки. «Вода примером служит нам», — спел я во весь голос, укладывая в папку блистательную пьесу корягины. Я отгонял страх. «Ай, в крайнем случае отдам аванс», — громко произнес я, натягивая куртку. Но дело было не в авансе. Что-то уж слишком часто в последнее время стали нападать на меня такие вот пробуксовки в работе. А если говорить прямо, приступы отвращения к работе, которая меня кормит. Стоя на лестничной площадке в ожидании лифта, я, чтобы наверняка отвлечься, стал думать о том, что вот уже третий день пошел. Как со мной не случается ничего нелепого и дурацкого. Похоже, тот, кому надлежит ведать моей судьбой, совсем иссяк и стал негоден даже на дурацкие чудеса. А лифты все не поднимались, ни большой, ни малый. И я постучал по створкам одного и другого и прислушался. Снизу доносились гулко невнятные голоса. Тогда я чертыхнулся и стал спускаться по лестнице. На площадке десятого этажа я увидел, что дверь в квартиру Кости Кудинова, поэта. Настя ж распахнута, из нее выдвигается обширная спина в белом халате. Ну вот опять, подумал я сразу же и не ошибся. Костю Кудинова выносили на носилках. И большой лифт был раскрыт, чтобы вместить его. Костя был бледен до зелени. Мутные глаза его то закрывались, то сходились к переносице. Испачканный рот был вяло распущен. И мне показалось вначале, что Костя пребывает без сознания. И я не могу сказать, чтобы зрелище это горько потрясло меня или хотя бы расстроило. Мы с ним были всего лишь знакомы. Соседи по дому и члены одной писательской организации вполне многочисленные. Как-то десяток лет назад, во время какой-то кампании, он публично выступил против меня. Вздорно, конечно, выступил, однако довольно едко. Правда, он потом принес извинения, сказавши, что спутал меня с другим Сорокином. С Сорокином из детской секции. Так что с тех пор мы при встречах приветливо здороваемся, обмениваемся слухами и досадуем, что никак не удается собраться и посидеть. Но в остальном он был мне, в общем-то, никем. И вдобавок, поглядев на него, решил был я, что он попросту опять набрался сверх своей обычной меры. Словом, если бы все это было предоставлено равнодушной природе, Костю Кудинова, поэта, должны были бы сейчас занести в приготовленный лифт, створки бы сдвинулись, скрыв его от моих глаз. Я уточнил бы у врача, что же все-таки произошло, а вечером рассказал бы об этом небольшом происшествии кому-нибудь в клубе. Но тот, кому надлежит ведать моей судьбой, был, оказывается, еще полон сил. «Феликс!» – произнес Костя таким отчаянным голосом, что санитары в раз остановились, ожидая продолжения. «Сам Бог тебя ко мне послал, Феликс!» И тут глаза его закатились, и он умолк. Но едва санитары, не дождавшись продолжения, стронулись с места, как он заговорил снова. Говорил он сбивчиво, не очень внятно, срываясь хрип и на шепот, и все требовал, чтобы я записывал. Но я, конечно, послушно раскрыл папку, достал авторучку и стал записывать на клапане. Метро «Сокольники», «Богородское шоссе», автобус 239, «Институт», «Мартинсон Иван Давыдович», «Мафусаилин». То есть мне предстояло сейчас переться на противоположный край Москвы, отыскать где-то на «Богородском шоссе» какой-то неедомый институт, в институте добраться до некого Мартинсона и попросить у него для Кости этого самого Муфуссаллина. Хоть две три капли, мне не полагается, но все равно пусть даст, помру иначе. Затем створки лифта сдвинулись, и я остался на площадке один. Буду совершенно откровенен. Не было у меня совсем ни жалости какой-либо, ни тем более желания проделывать эти сложнейшие эволюции в пространстве и в моем личном времени. С какой стать? Кто он мне? Полузнакомый упившийся поэт, да еще выступавший против меня. Ну, пусть по ошибке, но ведь против, а не за. Я бы, конечно, никуда сейчас не поехал, в том числе и на банную. Слишком все это меня расстроило и раздражило. Но тут из Костиной квартиры вышел и встал рядом со мной у двери врач, добрый доктор Айболит, с незакуренной беломориной в углу рта. Я спросил его, что с Костей, и он ответил мне, что у Кости подозрение на ботулизм, тяжелое травление консервами. И я испугался. Я сам травился консервами на Камчатке, чуть богу душу не ондул. Сторки лифта раздвинулись, мы с врачом вошли, и я спросил, сверившись с записью на клапане папки, поможет ли Кости этот самый Мафусалин. Врач, непонимающий на меня взглянул, я прочитал ему по слогам Мафусалин. Однако врач ничего про Мафусалин не знал, и я сделал вывод, что это лекарство новое. Да даже новейшее. У неотложки мы расстались. Несчастного Костю повезли в Бирюлево, в новую больницу, а я направился к метро. Ехать мне никуда не хотелось по-прежнему. И я честно признался себе, это было как откровение, что Костя никогда мне не был симпатичен, совершенно чужой, суще глупый, бесталанный человек. Ботулизм его вызывал, правда, определенное сочувствие. Ну и раздражение он тоже вызывал. И с каждой минутой раздражение это становилось все сильнее сочувствия. А кого черта я, пожилой, больной человек, должен тащиться через весь город в какой-то неведомый институт, в каком-то неведомому Мартинсону за каким-то неведомым Мафусалином, о котором даже врач ничего не знает, бродить, расспрашивать, искать, а потом искательно упрашивать, ведь Костя сам признался, что ему не полагается. И ведь непримерно выяснится, что никакого такого института нет. А если есть институт, то нет в нем никакого Мартинсона. И что это вообще все Костин бред, полуобморочные видения. Ну, отравлен же человек. И отравлен сильно. Увязая в неубранном дворниками снегу, то и дело, оскальзываясь на скрытых ледяных рытвинах, я пробирался к метро, придумывая себе все новые и новые оправдания. Хотя знал уже совершенно твердо, что чем больше оправданий я придумаю, тем вернее повезет меня кривая через всю Москву за Сокольники, к Мартинсону Ивану Давыдчу, а потом с тремя каплями драгоценного Мафусалина обратно через всю Москву в Бирюлёва спасать совершенно мне ненужного и несимпатичного Костю Кудиного, поэта. Слава Богу, метро от нас до Сокольников без пересадок. Народу в это время около двух. Немного ей. Я забился в угол и закрыл глаза. Мысли мои приняли несколько иное. Так сказать, профессионально, профессиональное, если так можно выразиться, направление, в который уже раз я подумал о том, что литература, даже самая реалистическая, лишь очень приблизительно соответствует реальности. Когда речь идет о внутреннем мире человека, я попытался припомнить хоть одно литературное произведение, где герой, оказавшийся в моем или похожем положении, позволил бы себе сколько-нибудь отчетливо, без всяких экивоков, выразить нежелание ехать. Читатель не простил бы ему этого никогда. Пусть герой все равно бы поехал, преодолел бы тысячи препятствий, совершил бы чудеса героизма, но все равно так и остался бы с неким неопрятным пятном в глазах читателя, ну и уж тем более в глазах издателя. Но вообще-то положительному герою в наши либеральные времена разрешается иметь многие недостатки. Он может быть плохим семьянином, разгильдяемый и неумехой. Он может быть человеком совершенно легкомысленным и поверхностным. Одно запрещено положительному герою – практическая мизантропия. Легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, нежели литературному герою стать положительным, если он, герой, хоть раз позволит себе пройти равнодушно мимо птички с перебитым крылышком. Вот и выходит, что я, Феликс Александрович Сорокин, по всем литературным нормам, как отечественным, так и зарубежным, в лучшем случае являюсь нравственным калекой. Этот вывод развеселил меня и привел в хорошее настроение. Ну, во-первых, сегодня опять можно было не ехать на банах под предлогом не только вполне законным, но и высокогуманным. А во-вторых, достаточно, во-первых, на обратном пути я возьму такси. Деньги, слава Богу, есть. Смотаюсь в Бирюлёво, отдам этот Мафусалин и на том же такси прямиком в клуб. Я стал задремывать и подумал сквозь дрему, какое же, однако, странное название у этого новейшего лекарства. Мафусалин. Оно вызывает ассоциации Турция, Ближний Восток почему-то, Мафусаил, Библия, не знаю. Институт я нашел без труда. Автобус остановился напротив проходной, в обе стороны от которой тянулся вдоль пустынной улицы бесконечный высоченный забор. Вывески на проходной не было, а у крыльца стоял руки в карман и какой-то мужчина без пальто, но в шапке-ушанке с задранными ушами. Он покосился на меня, но ничего не сказал, и я вступил в жарко натопленную будку. Наверное, мне следовало, не глядя ни направо, ни налево, протопать себе по коридорчику и дальше наружу. Я так не умею. Я сунулся лицом к крошечному окошечку и спросил искательно «К Мартинсону Иван Давыдовичу как мне пройти?» За окошечком пил из блюдца чай в прикуску сморщенной старикашка в засаленном кителе. Он неторопливо поставил дымящееся блюдце на стол, достал из-под стола засаленную фуражечку с кантом и аккуратно напялил ее себе на плешь. «Пропуск!» сказал он. «Я сказал, что пропуска у меня нет». Это признание подтвердило самые худшие его опасения. Словно с утра еще его предупредили, что полезет вот тут один без пропуска. Так вот, его ни в коем случае пропускать нельзя. Он выбрался из-за стола, выдвинулся в коридорчик и загородил с собой турникет. Я принялся ныть и клянчить. И чем жалобнее я ныл, тем непреклонней становился жестокий старик. И длилось это до той минуты, пока я не осознал, что передо мной непреодолимое препятствие. А потому можно с легким сердцем гнать отсюда прямо в клуб. Я с наслаждением обозвал старикашку древней гнидой и очень довольный повернулся и вышел. Не тут-то было. Не пускает, утвердительно произнес мужчина в шапке с задранными ушами. Гнида старая персидская, объяснил я ему. И тогда мужчина, которого никто об этом не просил, с большой охотой рассказал мне, что через проходную нынче никто не ходит, не пускают никого через проходную, а ходят нынче все сквозь забор. В ста шагах отсюда есть в заборе дыра, через нее все нынче и ходят, потому что кому это охота по Богородскому вдоль забора три версты крюка давать, а так ты сквозь забор, через территорию снова сквозь забор, и ты у инного. Ну что мне оставалось делать? Я поблагодарил доброго человека и в точности последовал его указание. От пролома в заборе через занесенную снегом огромную территорию вела хорошо утоптанная дорожка. Справа от дорожки громоздилась какая-то законсервированная стройка, а слева возвышался пятиэтажный корпус белого кирпича с широкими школьными окнами. Видимо, это и был собственно институт. К нему от дорожки ответлялась тропа, тоже хорошо утоптанная. У входа в институт широкое низкое крыльцо, широкая застекленная дверь под широким бетонным козырьком, трое мужчин опять-таки без пальто и в шапках с задранными ушами скрывали контейнер, заляпанный иностранными надписями. Я миновал их, поднялся по ступенькам и вступил в вестибюль. Это было обширное помещение, залитое светом ртутных ламп, и было в нем полно людей, которые, по-моему, ничем не занимались, а только стояли кучками и курили. Наученный горьким опытом, я никого ни о чем не стал спрашивать, а двинулся прямо к гардеробу, где разделся, держа на лице хмуро-озабоченное выражение и стараясь выставлять напоказ свою папку. Потом я причесался перед зеркалом и поднялся по лестнице во второй этаж. Почему именно на второй, я объяснить бы не сумел, да и не спрашивал никто у меня объяснений по этому поводу. Здесь тоже пол был покрыт плиткой, тоже сияли ртутные лампы, и тоже стояли кучками люди с сигаретами. Я высмотрел молодого человека, стоявшего отдельно. У него тоже было хмуро-озабоченное выражение лица, и я подумал, что уж он-то не станет выяснять, кто я, зачем я здесь и имею ли право, и я не ошибся. Он рассеянно, даже не глядя на меня объяснил, что Мартинсон скорее всего у себя в Нужнике, это на третьем этаже сразу за скелетами направо, а номер Нужника 37. Никаких скелетов я на третьем этаже не обнаружил, не знаю, что имел в виду молодой человек с образной речью, а Нужник номер 37 оказался большой, очень светлой комнатой. Было там множество стекла и мигающих огоньков, на экранах, как и положено, змеились зеленоватые кривые, пахло искусственной жизнью и разумными машинами, а посредине комнаты спиной ко мне сидел какой-то человек и громко разговаривал по телефону. Брось, гремел он, какой закон, напирай плотней, оставь, причем здесь Ломоносов Луазье, главное, напирай плотней. Бросил трубку, повернулся ко мне и ряфнул. Местком, местком! Я сказал, что мне нужен Иван Давыдович. Он налился кровью. Был он огромен, плечист, с могучей шеей и всклокоченной пегой шевелюрой. И я сказал, местком, гаркнул он, с трех до пяти, а здесь у нас разговора не будет, вам ясно? Я от Кости Кудинова, произнес я, и он как бы споткнулся. От Кости «А в чем дело?» Ну, я рассказал. Пока я рассказывал, он встал, обошел меня и плотно закрыл дверь. «А вы, собственно, кто такой?» спросил он. Краска ушла с его лица, и теперь он был скорее бледен. В глаза мне он не смотрел. Я его сосед. «Это я понял», сказал он нетерпеливо. «Кто вы такой? Вот что я спрашиваю». Ну, я представился. «Мне это имя ничего не говорит», объявил он и уставился мне в переносицу. Глаза у него были черные, близко посажены. Твустволка, да и только. Ну, я разозлился, черт подери, опять меня заставляют оправдываться. «А мне ваше имя тоже, между прочим, ничего не говорить», сказал я. «Однако вот я через всю Москву к вам перся». «Документ у вас есть какой-нибудь?» прервал он меня. «Ну, хоть что-нибудь!» «Документов у меня не было, не ношу». Он подумал. «Ладно, я этим сам займусь. В какой, вы говорите, он больнице?» «Ну, я повторил». «Чтоб его там, пробормотал он действительно другой конец Москвы. «Ну, ладно, идите, я займусь». Внутренне клокоча я повернулся, чтобы идти и уже взялся за дверную ручку, как вдруг он спохватился. «Позвольте», пророкотал он, «а как же вы сюда попали без пропуска? У вас же даже документов нет». «А через дыру?» сказал я ядовито. «Через какую дыру?» «А в заборе», сказал я мстительно и вышел. Такой весь в белом. Я спускался по лестнице, когда меня поразило ужасная мысль. А вдруг этот самый Мартинсон как раз сейчас звонит по телефону, и через минуту ко всем дырам в заборе побегут вохровцы вперемешку сплотник. И я окажусь в мешке, как какой-нибудь битый Паулюс. Не удержавшись, я побежал сам, мысленно снова и снова проклиная Костю Кудинова с его ботулизмом и свою хромую судьбу. И только заметив, что на меня оглядываются, я сумел взять себя в руки и появился перед гардеробщиком, как полагает деловому мурозабоченному человеку, с карманами набитыми пропусками и документами. Спустившись с крыльца, я почему-то глянулся, сам не знаю почему. И вот, что я увидел. За стеклянной дверью, упершись стекло огромными ладонями и выставив бледное лицо, пристально смотрел мне в спину Иван Давыдович Мартинсон собственной персоной, словно вурдалак вслед ускользнувшей жертве. Стыдно признаться, но я снова перешел на бег. Несмотря на мои сосуды, несмотря на мое брюхо, несмотря на перемежающуюся хромоту, и лишь когда я, нырнув в дыру, вынырнул на Богородское шоссе, чувство собственного достоинства моего возопила наконец. И я перешел на шаг, застегивая куртку и поправляя сбившуюся шапку. Очень мне не нравилось это приключение, и особенно не нравился мне Иван Давыдович Мартинсон. И я снова проклинал Костю с его ботулизмом и дал себе клятву, что впредь никогда и никто и ни за что. После всех этих передряг не могло быть и речи о том, чтобы ехать на банную. Только в клуб, только в клуб, в наш ресторанный зал, обитый коричневым деревом, в атмосферу прельстительных запахов, за мой столик под крахмальной скатертью, под крылышко к Сашеньке. Хотя нет, сегодня нечетный день. Знаете, под крылышко каленушки. Правильно, правильно, и сразу же отдать ей долг и заказать селедочку масляно-поблескивающую, жирную, тающую ломтиками, посыпанную мелко нарезанным зеленым лучком, а к ней три-четыре рассыпчатых картофелины, и тут же кубик масла прямо из ледяной воды, и бутылочку пельзенского. Нет, 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 без этого не обойдется, это я заслужил сегодня. И еще соленые грузди, сопливенькие, в соку, вперемешку с репчатым луком кольчиками, а притушив первый голод и взвинтив себе настоящий аппетит, мы обратимся к солянке мясной, которую у нас в клубе, к счастью, готовить еще не разучились, и будет она у нас в тусклом металлическом бачке, янтарная, парящая, скрывающая под поверхностью своею деликатесные мясо разного вида, и четыре лоснящиеся маслины. Батюшки, батюшки, главное, чуть не забыл, калач, наш знаменитый клубный калач, с ручкой для держания, пухлый, мягкий, поджаристый, и парочку надо будет прихватить с собой домой. Так, ну, сну, теперь второе. Однако, второе я просмаковать не успел, потому что почувствовал вдруг какое-то неудобство, неловкость какую-то, и, вернувшись к действительности, обнаружил, что мчусь уже в метро. Двое долговязых с сумками «Адидас» нависают надо мной, а в просвет между ними уставились на меня сквозь стекла очков пристальные светлые глаза. Лишь одну секунду видел я эти глаза, а также рыжую норвежскую бородку и белое кашне между отворотами клетчатого пальто, а затем пояс начал тормозить, долговязые сомкнулись, и мой наблюдатель исчез из виду. Мне показалось, что глядел он на меня неприлично внимательно, словно у меня было что-то не в порядке с одеждой или лицо испачкано. На всякий случай я даже проверил, не нахлобучил ли в торопях шапку задом наперед. Впрочем, когда через минуту между долговязыми вновь образовался просвет, мой наблюдатель мирно дремал, сложив на животе руки. Средних лет мужчина, очки в металлической оправе и клетчатое пальто, какое было в моде несколько лет назад. Помнится, поражали такие пальто мое воображение тем, что их можно было носить и на левую сторону тоже. С одной стороны, например, они были черные в серую клетку, а на выворот серые в черную. мимолетный эпизод этот отвлек меня все-таки от гастрономических видений, и я вспомнил почему-то, как лежал в больнице. И целый месяц меня кормили чудовищно пресной, нарочито вываренной пищей, от которой взяла меня такая тоска, что врачи в конце концов разрешили Катьке принести мне холодного цыпленка табака. О том, что предстоит в этом смысле отравленному Косте страшно подумать. Да и некогда мне было думать об этих вещах, потому что поезд остановился на Кропоткинской, и я торопился к выходу. Подслеповатая дежурная в дверях клуба потребовала, чтобы я предъявил писательский билет. И в который раз я попытался втолковать ей, что вот уже четверть века состою в писателях, и по крайней мере пять лет прохожу в клуб мимо нее, старые кочерыжки. Она не поверила ни единому моему слову. Но тут дядя Коля прогудел из недр гардероба. Свои, свои, Марь Тимофеев. И я был допущен. Беседуя с дядей Колей о погоде, я нарочито, неторопливо разоблачился, взял с барьера листок клубной газеты, оставил вместо с него монетку, причесался, расчесал усы, раскланиваясь в отражении с отражениями знакомых, возникавшими в глубине зеркала, а потом, продолжая раскланиваться, наполняясь теплым ощущением уюта, отстраняясь от всего неудобного и тревожного, бодро зашагал в ресторанную залу. А далее все получилось по программе, с тем только отклонением, что не оказалось соленых груздей. Когда я доедал солянку, к столику моему начала прибиваться обычная компания. Первым был Гарри Каганян, у которого через час начинался ихний семинар. Двух слов мы сказать не успели, как из-за столика в дальнем углу поднялся и приблизился к нам хромая Жора Наумов. Выяснилось, что нынче утром он забежал в Москву по дороге из Краснодара в Таллин. Виданный урожай на юге оказывается хорошее, а что до остального, то оно, как всегда, в руках божьих. И тут же возник на нашем горизонте Валя Демченко, держа под мышкой новую трость с рукояткой в виде львиной лапы. Ну, мы обсудили эту трость, поговорили об урожае озимых и о прошлогоднем нашествии филоксеры. Гарик, чертя вилкой по скатерти, объяснил нам, как надлежит появившуюся в центральной пьесе заметку под названием «Дыра во вселенной». А потом я рассказал про мои с Костей Кудиновым сегодняшние беды. Это мое сообщение вызвало реакцию вялую и невполне мною ожидаемую. Гарик пробормотал пренебрежительно «Ничего, выплывет, дерьмо не тонет». Валя лениво процитировал старую и им же самим о Косте придуманную хохму. Вчера в белом зале помощник председателя иностранной комиссии товарищ Кудинов принял группу писателей Парагвая за группу писателей Уругвая. А Жора Наумов, разглядывая мир сквозь фужерс минеральный, пересказал нам выступление студента литинститута Кости Кудинова в те поры румяного, задорного и непьющего на общем собрании курса в памятном 1949. Когда Жора закончил, все помолчали, а затем Валя с интересом спросил «Ну и что же ты?» «А что я?» Агрессивно произнес Жора. «Хотел ему морду набить, так ведь он тогда здоровый штангист был, разрядник, понимаешь, а у меня обе ноги прострелены, я тогда между двух костылей болтался, как...» «Ну а потом, сказал Гарик, когда ты без костылей заходил, и вообще в благословенном 59-м он перед тобой случайно не извинился? А как же, даже стихи мне посвятил литературке, на манер Пушкина пролицейскую дружбу». «Пожалуй, будь себе татарин», ядовит предположил Валя. Мы и заговорили о стихах, а потом разговор как-то незаметно перекинулся на банную. Выяснилось, что все, кроме меня, на банной уже побывали. Дисциплинированный Гарик сходил туда сразу же, еще в октябре. Абсолютно ничего интересного. Довольно убогая машина, может быть, ЕС 10-20, а может, и вовсе какой-нибудь Минск поплоше. Сидит тунеядец в черном халате, берет у тебя рукопись и по листочку сует ее в приемную на дисплее загораются цифры, а Засим может спокойно идти домой. Жора, побывавший там под самый Новый год, возразил, что никакой машины не было, а были там какие-то серые шкафы, и тунеядец был не в черном халате, а в белом, и пахло там печеной картошкой. Ну, в общем, мура, обман трудящихся. Если хотите знать мое мнение, сказал Жор на ум, то все очень просто. Какой-то жук из Академии наук похмурил нашего Теодора Михеевича и гонит себе сейчас докторскую из нашего трудового пота. В ответ на этот антинаучный выпад Валя Демченко возразил, что это было бы еще полбеды, «А беда», с таинственным видом сообщил он, состоит в том, что вот уже много лет идет разработка кибернетического редактора, ученый и писателем, в порядке помощи. Собственно, сам робот-редактор уже создан, и теперь его на наших рукописях только дрессируют. И вот когда эта машина вступит в строй, вот тут нам всем будет конец, потому что она не только грамматические ошибки будет исправлять, и стиль править, она, дяденьки, подтекст на два метра подтекстом будет угадывать, она, дяденьки, сразу определит, кто есть кто и почему. Я с уважением посмотрел на Валю, ощущая в этой его вдохновенной билиберде флер некого благородного близкого мне безумия. Гарик откровенно хихикал, а Жора, человек близкий к земле, сердиц спросил, откуда это ему, Валентину, может быть известно. В глаза, проникновенно произнес Валя. В глаза надо человеку смотреть, дяденька. Не какой у него там халат, черный или белый, а в глаза. Я как в глаза ему посмотрел, так все и понял. Гарик налил ему пиво, и Валя продолжал. Робот-редактор, оказывается, был только робот-редактор, оказывается, был только зарей новой эры. Эта машина громоздкая, стационарная, дорогая. А вот на подходе уже, если хотите знать, дяденьки, специальные пишущие машинки, пока еще только для нас, прозаиков. На этих машинках установлены специальные электронные ограничители, представляете? печатаешь печатаешь ты двумя пальцами Ж-ж-ж-ж, а на бумаге выходит окорока, или там, пятая точка, офедрон, и уж в самом крайнем случае Ж-ж-ж с тремя точками. И тут среди нас возник Петенка Скоробогатов по прозвищу Ойла Союзная. Только что его не было, и вот он же сидит между Гариком и и наливает себе изжориного графинчика глаза у него по обыкновению воспалены и бегают и по обыкновению идет он красными пятнами и шелушится как всегда был он распираем новостями и слухами которые поначалу казались важными и верными но будучи выпущенный на вольный воздух тут же портились и оборачивались враньём и хвостовством разговаривать стало невозможно и мы с горя принялись слушать для начала он сообщил что по поводу банной у него есть достовернейшие слухи прямо оттуда толстый указательный палец уставляется в потолок валя правильно говорит сейчас все дела переводят на машины потому что коррупция всех заела и никому верить нельзя кадровую машину уже запустили и она выдала указание снять всех директоров и директоров издательств и всех главных редакторов москве он петенька скоробогатов поэтому куда подождет подписывать два договора которые ему давич прислали а почему а потому что смысла нет все равно будут назначены новые директора и новые главные и договора будут пересматривать вы меня не перебивайте потому что завтра я уезжаю в замбию мне еще прививки надо делать а вы меня все время перебиваете я вам насчет банны хочу объяснить там машина особенно я она показывает талант в абсолютных единицах сашка толоконников знаете что учинил подсунул им машину вместо своей галиматьи пять страниц из тихого дона машину конечно к евре нефе не зашкалило на такой уровень сами понимаете никто у них не рассчитывал ну и теперь сашку на ковер за поступок недостойный советского писателя да сашка что сама ираида содра поднялась и черновики свои туда потащила она то думала что машины и и подтвердит и вас славит а машины ей бац ноль целых хрен десятых так она их всех там зонтиком зонтиком дождь то что ты вы тут сидите ничего не знаете а я вчера туда сунулся на банную там оцепление конная милиция михеевич трясется сам не рад что все это затеял ему что же туда идти я ему говорю михеевич ну чего ты боишься хочешь говорю мои черновики да вот он у нас какой петенька скоробогатов ойла наши союзные я отхлебнул пиво и стал размышлять о том что ничего на свете придумать нельзя придумано уже все я вспомнил как лет 15 назад покойный анатолий ефимович однажды разоткровенничал ся рассказал мне замысел своей новой комедии дело у него там происходило в писательском доме творчества и вот какой-то изобретатель приволокивает туда свой фантастический аппарат как же он его назвал к ужасно неуклюже помнится надо испытал измеритель писательского таланта испытал писатели сначала по глупости своей радуются наконец все узнают что иванов дерьмо я гений но потом когда машина стала дарить их объективный истин общем машину они кажется разнесли по винтикам на изобретателя сообща написали донос со всеми вытекающими последствиями и как же был огорчен анатолий ефимович когда я извиняюсь и оправдываясь дал ему прочесть мензуру за или окутагавы написано еще в шестнадцатом году изданный у нас на русском языке в середине тридцатых ничего нельзя придумать все что ты придумываешь либо было придумано до тебя либо происходит на самом деле я стукнул кулаком по столику и глядя петеньки скоробогатову прямо в свинячьи его глазки процитировал на весь зал с тех пор как изобрели эту штуку всем этим писателям и художникам которые торгуют собачьим мясом а называют его бараниной всем им теперь крышка после чего встал и направился вестибюль надо было все-таки позвонить и узнать как там дела у кости кудиного поэта не загнулся ли а то этот разговор разговариваю с петенькой скоробогатовым сойлом моим союзным а кости между тем может концерт дает ну как-то несправедливо трубку на костиной квартире взяла его жена голос у нее был ничего себе довольно бодрый я представился и спросил ну как там кости вообще ой как хорошо что вы позвонили феликс александрович я только что от него только только вошла феликс александрович он очень очень просит чтобы к нему зашли обязательно сказал я как он вообще да все обошлось слава богу значит вы зайдете да вообще-то промяблил я ну завтра пожалуй в это нет 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 филипс он просил непременно сегодня он так мне сказал позвонит феликс александрович и ты ему скажи чтобы он обязательно сегодня что очень срочно очень важно ну вообще-то ладно сказал я и мы распрощались никогда не надо делать добрые дела подумал я возвращаюсь в ресторан стоит только начать и конца им не будет причем обратите внимание ни слова благодарности целый день мотаюсь по москве из-за этого симулянта одного страха сколько натерпелся и вечером пожалуйста опять все сначала тащись куда-то как верблюд и и ни слова благодарности гаррика за столом уже не было он ушел на свой этот семинар а на его месте сидел петенькин петенькин приятель в лицо я его знаю несколько раз мне его даже представляли но как его зовут не помню я и какое он имеет отношение к литературе представление не имею по моему он целый день торчит нашей бильярдной вот и все его отношения советской литературы и еще пока меня не было появился за столом друг мой хороший из соседнего подъезда слава крутоярский тощий темнолицый длинноволосый облитый искусственным хромом и склонный к теоретизированию что такое критика спрашивал он жору наумова уж и снявшего повисевшего на спинку стула свой мохнатый пиджак причем я говорю не об этой критике что у нас сейчас ты понимаешь меня слава всегда через каждые две фразы осведомляется у собеседника понимает ли тот его жор важно кивнул знак того что до понимает и задумчиво задумчиво кивнул валя демченко и я на всякий случай кивнул усаживайся и дружно закивали петенька его приятель то так энергично что привлекли всеобщее внимание критика эта наука продолжал слава глядя на жора в упор как связать сайт не соотнести истерику творца с потребностями общества ты понимаешь меня выявить соотношение между тяжкими мучениями творца и повседневной жизнью социума вот есть задача критики ты меня понимаешь мысли это показалось социума настолько здравой и интересной что все принялись требовать друг у друга карандаш и бумагу чтобы записать не карандаша ним не бумаги ни у кого не оказалось подозвали аленушку выключили у нее огрызок карандаша и листочек из блокнотика и петенька потребовал чтобы слова сформулировку свою повторил слава честно попытался повторить и не сумел жора не сумела только все запутал приплел какую-то квинтэссенцию и пока они галдели перебивая друг друга я подумал что как не не определяй критику пользы от нее никакой вреда же от нее не не оберешься никакой не квинтэссенция истерики творца занимается наша критика а занимается она нивелировкой литературы с целью сводить с писателями личные вкусовые счеты вот так я допил свое пиво и принялся доедать остывший бифштекс между тем терминологический спор о критике естественным образом переключился на гонорарную политику сам я на гонорарную политику смотрю просто чем больше тем лучше все писательские разговоры о материальном стимулировании гроша соломанного не стоит вот это вот ойла союзная орет все время что дескать если бы ему платили как алексей он бы писал как лев вот он халтурщик его сколько ни плати все равно будет писать дерьмо да ему хоть 500 за лист хоть 700 все равно он будет долдонить хорошо учиться дети это хорошо а плохо учиться пяти это никуда не годится и нельзя маленьких обижать и будет он все равно благополучно издаваться потому что любой детской редакции занаряжена скажем 30 процентов издательской площади под литературу о школьниках а достанет ли на эти 30 процентов хороших писателей это уже вопрос особый подразумевается что достанет а вот вали демченко плати 200 плати 100 все равно он будет писать хорошо не станет он писать хуже от того что ему платят хуже хотя никакие площади под его критический урбанизм не за наряжен а рецензенты кидаются на него как собаки и тут меня тронули за плечо и обернувшись я увидел лидию николаевну дежурного администратора сухо она сообщила мне что ищет меня уже целый час что звонил из больницы константин ильич кудинов и просил меня немедленно к нему приехать я не знаю что он ей там наплел этот симулянт она была дьявольски неприятлива по моему она забрала себе в голову будто я обещал быть у страждущего друга а сам ударился в загул предавших всех и все но опять виноват ну в чем спрашивается я отдал славки деньги чтобы расплатился он за меня на чтобы расплатился он за меня и направился по ковровой дорожке в вестибюль ярко освещенный зал наш был уже полон ни одного свободного места не оставалось кое-где столики были сдвинуты под большую компанию табачный дым в несколько слоев слался над головами сверкала прозрачная влага во вздымаемых чарах стучали множественно металла стекло и фаян стучал множественно металла стекло и фаянс раздавались заверения в дружбе и уже в дальнем углу у большего раскаленного камина некто седовласый в роскошно мохнатой водолазке стихи возглашал дьяконовским рыком а в другом углу компания лепь гвардейцев стояла на вытяжку поднявши наполненные фужеры на уровень груди выслушивала тост выражающий самый крайне упование и сожалея вероятно лишь о том что нельзя будет как при прежнем директоре клуба по опустошении фужеров разом ахнуть их об пол и придавить к осколках облуком и уже двигался от столика к столику приветливо смеющийся не очень известные читателям зато здесь почти всеми любимый шура пекли ванны похлопывал сидящих по спинам склонялся над женскими ручками и все отклонял и отклонял предложение присесть потому что двигался к столику вполне определенным шура всегда абсолютно точно знал какому столику надлежит подсесть сегодня и уже шумом громко переговаривая спускалась с антресолей по деревянной лестнице в зал манипула критиков и литературоведов которых только кончилось заседание растекаясь спустившись между столиками здоровалась подсаживалась прощалась а посреди этого коловращения самом центре зала толпа молодых напористо угощала главного редактора периферийного журнала квадратного даже кубического восточного человека в тюбетейке и стандартном пиджаке усеянном палацканом непонятными значками прекрасная жизнь била ключом а мне надо было опять тащиться в чертову даль я с унынием думал о том что что еще может выкинуть тот кто распоряжается моей судьбой мне повезло я сразу поймал такси и через полчаса отыскал берелеве больницу когда я вошел в палату кости сидел на койке скрестивший ноги по-турецки и с отвращением выскребал ложкой с тарелки останки манной каши был он весь больничном лимен был больничными клеймами ну в остальном выглядел неплохо нет ну конечно румяным крепышом я бы его сейчас не назвал морда у него для этого была слишком бледновато но и от умирающего в нем теперь ничего уже не осталось хотя подбородок и был измазан манной кашей палата оказалась на шесть койка и у окна кто-то лежал с капельницей а больше в палате никого не было все ушли смотреть хоккей увидев меня кости живо вскочил и так рьяно ко мне бросился что я был ужаснулся уж не хочет ли он меня обнять однако он ограничился пожатием и сердечным трясением моей руки он пожимал и тряс мою руку и говорил при этом как заведенный почему-то все оглядываясь на тело с капельницы он не давал мне сказать ни слова он рассказывал мне как его сначала рвало а потом несло как ему промывали сначала желудок потом кишечник как его кололи как его массировали как ему давали кислород и все это время при этом он оглядывался наступая мне на ноги оттеснял меня к двери да что ты пихаешься сказал я наконец уже в коридоре пойдем присядем пригласил вон там скамеечка под пальмами мы сели в коридоре было совершенно пусто только вдали вдали дежурная сестра тихонько звякала пузырьками а костя все еще продолжал говорить хотя уже с меньшим возбуждением его неистовую радость при встрече со мной я отнес за счет эйфории от чувства благодарности и подумал помнится ну надо же животное а ведь чувствует и сейчас ворвавшись в первую паузу я осведомился что помогло значит что именно спросил он быстро но это твой мофусалин то сдавленным от воздорка голосом крикнул он снова хватая меня за руку то если б не то а тут понимаешь сразу промывание желудка под давлением представляешь клизму такую засадили вредители значит я сегодня только понял какая-то страшная пытка у инквизиторов было когда в воду закачивать веришь у меня глаза на лоб полезли в пору как у листу просит и он пустился по второму разу при этом у нас стрел иногда довольно удачно вообще все пытался изобразить юмористическом плане но чувствовалось за этим юмором нездоровая натуга и очень скоро мне пришло в голову что не какая-то не эйфория от благодарности а бурлит это в нем наверное изливает сейчас наружу пережитый ужас смерти я совсем уже было вознамерился успокоительно похлопать его по колену как вдруг он оборвал себя и спросил почти шепотом что так смотришь как я растерялся как я смотрю взгляд его зигзагом пролетел по моему лицу и затем ускользнул куда-то во тьму за пальмой да нет никак уклонился он и снова стал смотреть на меня а ты я вижу где ты сегодня а поддала на было дело соврал я и не удержавшись добавил если б не ты я бы сейчас там сидел с удовольствием ну ничего произнес он делая легкомысленный жест завтра послезавтра они меня отсюда выпихнут мы с тобой еще посидим я те знаешь какого коньячка выставлю мне прислали из кавказа и он стал рассказывать какой коньячок ему прислали из кавказа его не слушал мне вдруг стало тошно эти стены белый этот запах то ли карболки то ли смерти белый халат сестры маячивший вдали опустошенной капельницы выставлены у дверей палат больница тоска полоса отчуждения до какого черта я здесь сижу ну и я же отравился в конце концов слушай сказал я решительно ты меня извини на у меня понимаешь дочка должна прийти сегодня тогда конечно воскликнул иди спасибо тебе большое что пришел и он стал я тоже встал в полную же растерянности некоторое время мы молчали глядя друг другу в глаза я недоумевал потому что никак не мог понять неужели он с такой настойчивость через жену через администратора требовал меня сюда только для того чтобы дважды рассказать во всех подробностях как ему промывали желудок и кишечник кость оказалось мне тоже почему-то пришел в смятение я видел это по его глазам и вдруг он спросил опять же получу опытом ты чего это был совершенно непонятный вопрос я сказал осторожно да нет ничего сейчас пойду ну иди пробормотал кости спасибо тебе он пробормотал это тоже осторожно и как-то неуверенно словно ждал от меня чего-то еще ты мне больше ничего не хочешь сказать спросил я насчет чего спросил кости совсем уже тихо а я не знаю насчет чего сказал я не в силах далее сдерживать раздражение я не знаю зачем ты меня выдернул из клуба мне сказали срочное дело необходимо сегодня же немедленно какое дело чё тебе необходимо кто сказал спросил кости и глаза его снова заметались даже на твоя сказала лидия николаевна сказал и тут выяснилось что его не так поняли и жена его не так поняла или николаевна поняла его совсем не так и вовсе он не треб чтоб сегодня имеет и просроченное дело он никому ничего не он явно врал это было видно невооруженным глазом но зачем он врал и что собственно было на самом деле осталось минут решительно непонятным ладно сказал я махнув рукой не поняли так не поняли выздоровела слава богу а я пожалуй пойду я выдвинулся к выходу а он семенил рядом то хватая меня за руку то сжимая мне плечо и все благодарил и все извинялся и все заглядывал мне в глаза а на лестничной площадке рядом с телефоном автоматом произошло нечто совсем уж несообразное он вдруг прервал свою бессвязицу судорожно вцепился мне в грудь свитера прижал меня спиной к стене и брызгаясь прошипел мне в лицо ты запомни срокин не было ничего понял это было так неожиданно и даже страшно что я испытал приступ давешней паники когда я удирал от этого вурдалака ивана давыдовича мартинсон постой да ты что бормотал я пытаясь оторвать от себя его руки неожиданно цепкие и словно бы закостеневший да пошел ты к черту обалдел что ли заорал я в полный голос оторвал наконец от себя этого бледного паука и с трудом удерживая его на расстоянии сказал да помнись ты чучело что тебя разбирай я был гораздо сильнее его и понял что удержать его могу а в случае чего могу и вовсе скрутить так что приступ первой паники у меня миновал остался лишь брезгливый страх не за шкуру свою страх а страх неловкости дурацкого положения не дай бог кто-нибудь увидит как мы тут топчемся по кафелю сипло дыша друг другу в лицо некоторое время он еще тряс и брызгался повторяет не было ничего понял не было а потом вдруг обмяк и принялся плаксиво объяснять что накладка вышла институт секретный про него не я не даже он сам ведать не должны не нашего эту модела что могут выйти большие неприятности что ему уже сделали замечание если я теперь хоть слова где-нибудь хоть намекнул даже я отпустил его он растирал морщи с покрасневшие свои запястья и все бубнил и бубнил со слезой и все одно и то же и даже теми же словами ясно было что крайне дима бы деморализован и опять все врет от первого до последнего слова и опять я не понимал зачем он врет и что было на самом деле понимал только что какая-то накладкой в самом деле произошла там у лифта кости ужаснувшись смерти и самом деле сболтнул мне что-то неположенное хотя откуда ему рифмоплету кудинову специалисту по юбилейным и праздничным виршам знать что-либо не положено разве что страшный мартинсон у себя в нужнике за скелетами тайно гонит табуретовку а кость ее тайно распространяет нет ничего еще к нему сейчас не испытывал кроме брезгливости и острого желания оказаться подальше ну хорошо хорошо произнес я как можно спокойно учета дергаешься но какое мне дело до этого всего сам подумал но не было так не было что я спорю он начал свои объяснения по третьему разу а я отодвинул его с дороги без всякой жалости и пошел спускаться по лестнице с наивозможной для меня поспешностью ноги у меня тряслись а в правом колене стреляла и все время хотелось сплюнуть я не обернулся когда сверху вслед мне донялся шипящий крик о себе подумай сорокин серьезно тебе говорю если отвлечься от интонации это был дельный совет и подумать только если бы это скотина лёня шипст не позвонил мне ничего бы этого не было да руководитель моей судьбы хорошо поработал сегодня ничего не скажешь нет ребят домой 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 к пенатам к лекарствам моим и к синей папке в гардеробе затягивая молнию на кух на куртке я заметил в глубине зеркало нечто знакомое прямо за моей спиной сидела на скамье черное пальто в серую клетку я повернулся и продолжая застегиваться пригляделся к нему это был тот самый человек из метро рыжая борода очки в блестящей металлической оправе клетчатая пальто перевертыш сидел себе одиноко на длинной белой скамейке в почти пустом уже вестибюле больницы в бирюлеве и читал какую-то книжку м и о и